Аль-Хамду лиллах, Аль-Хамду лиллахи, Раббил Алямин, Уль Акибат, Уль Маттыкин, Вассалату, Вассаламу, Аля Расулина Мухаммаду, Аля Алихи, Ва Асхабихи Аджимаин, Аммаба'ад, Ассаляму Алейкум, Варахматуллахи, Ва Баракатуху. Приветствуем всех наших любимых братьев и сестер иншаллах, студентов Академии Медина, и всех тех, кто любит нашу Академию, кто любит нашего гостя Асхад Хазрата, который, Аль-Хамду лиллах, с нами в этот месяц. Мы делаем тавсир, тавсир Кур'ана, тех аятов, которые актуальны по этому месяцу, которые помогают нам не просто поститься физически, но поститься духовно, пропускать это великое поклонение через наши сердца. Хазрата, Фаддалю, Бисмилля. Братья и сестры, вчера мы остановились на аяте, аяте, который побуждает нас прощать друг друга ради Аллаха, где Всевышний говорит, Прощайте друг другу, миритесь, неужто вы не любите, чтобы Аллах вас простил. Поэтому вчера мы сказали хадис права Мухаммада саллаху алейхи вас саллаху алейхи вассалям, когда в судный день Всевышний, Аллах приведет двух рабов, и у одного перед своим братом был долг, который он еще не закрыл с ним вопрос, в этой дуне, и тогда он обратится к Аллаху, субханаху а тояля. И Аллах хакям ва хаками Аллах хакам ахахам Только судящий судный день И в этой жизни Аллах хфанат Раи Судья и судный день он будет судить Только Аллах субханалов в Атраме И обратиться к Аллах Скажет я хочу забрать свой Хак Тогда Аллах хакр скажет забери от него благие дела Когда заберешься благие дела И тот человек подумает что Все уже погублен То есть без одного благого дела на нем только грехи И скажет я до конца не забрасываю Хак и Аллах и тогда он скажет Свои грехи возьми и положи на него И уже все это человек Из тех, кто погубил себя Его ждет только ад Но в этот момент Аллах откроет рай Для этого раба, который забрал свой хак И в этом районе он видит реки Кусур, дворцы Ащар, деревья, сады Запах рая И тогда он скажет, увидит красоту этого рая А так Мухаммад саллаху алейсиану Рай сказал В райе то, что глаз не видел Потому что ухо не слышал Человек даже не может представить это И на что он скажет О мой Господь, какому пророку это принадлежит? Какому праведнику правдивому принадлежит этот рай? Какому шахиду принадлежит этот рай? То есть на какую красоту рай? То есть он в этот момент понимает Что это для какого-то Только или для пророка, или для шахида Или для праведника На что Аллах сказал Это тот, у кого есть за это плату У кого есть цена чтобы закупить этот рай и тогда он спросил кто может заплатить это у кого есть это плата за этот рай на что он скажет у тебя она есть если ты простишь своего брата ты на него забрал все благие дела на него отдал скинул все свои грехи он погублен прости его смотрите этот нам дает еще раз понятие что аллах любит прощать аллах это любит своих рабов и любит прощать своих рабов и любит чтобы рабы друг друга прощали ради аллаха и также этот долилю когда когда я вас слышу и вижу так я понимаю что нахожусь в эфире дорогие братья и сестры нахожусь в эфире а устаза нашего прервала связь до пишет техподдержка давайте чуть-чуть его подождем возможно начала появится так понимаю технический специалист напишет часу сразу по второй связи что он не в эфире лучше чтобы он сделал прямой звонок и мы ждем нашего устаза чтобы он переподключился второй раз попал к нам я думаю у нас есть несколько минут пошла смотрю братья и сестры здесь что я могу сказать что интересного что интересного я могу вам рассказать пока нету хазрата хазрат с нами мошелла альхамдуриллах хазрат мы вас слышим мошелла бисмиллах как слышно вас хорошо слышно но не видно вы камеру не отключили случайно посмотрим а как я включу сейчас ну вот прямо под видео если вы ее отключили и значок микрофона прямо под окошечками знака значок микрофона и камера включена у вас включена камера да но хазрата не видно получается вы можете перезайти выйти отсюда смахнуть и еще раз эти мы вас пока подождем сейчас еще минутку шла хазрат отключится дай аллах тот кто пришел первый раз к нам в гости сюда в этот эфир асхат хазрат с нами ежедневно проводит эфиры он берет один из аятов курана те аяты которые также максимально являются актуальными к этому месяцу к месяцу рамадан и доносит его на простом понятным интересным доступном для нас языке хазрат мы вас видим маша тогда этот хаджи указывает на то что в чем не нуждается не нуждается в делах своих рабов естественно нуждался бы аллах субханава та аля тогда бы не путь не пустить не пустил в этого человека края он тогда будет антитом миксера и говорит у тебя из-за плата простить своего брата из-за дешевых рай и тогда он вартия раппи да когда афау то альху господь я просил его я просил своего брата и тогда аллах субхану скажет хода храк и дядык хода храк и дядык хода храк и дядык возьми своего брата за руку и заходите в рай этот уважаемый брат и тетра хадейф нас побуждает прощали друг друга ради аллах субхану та аля и за это такая великая награда в сегодняшний день получает как райская обитель что им тратишь то что отдавать чем жертвовать скажи им прощение самое лучшее жертвование на пути аллаха это когда раб аллаха прощает другого раба брат прощает своего брата ради аллаха субхану та аля издавал своему близкому родственнику что-то на пути аллаха расходовал из этого а этот его родственник он был из тех который был одним из тех людей которые буфтином который снёс смуту когда про аиша говорили плохо помните когда эту историю когда обвинили аича в том что она не являлась вот это его родственник именно был из тех которые наговаривали на его дочку на дочку ау бакр радаллаху айна на аиша радаллаху айна и тогда ау бакр радаллаху айна на какое-то время перестал помогать ему то есть он говорит про мою дочку плохо он наговорит на мою дочь на ум му'минин на маму правоведных я остановлю ему помогать то есть перестал ау бакр радаллаху айна и тогда он поклялся ау бакр радаллаху айна сказал я клянусь что никогда больше не буду ему помогать потому что он говорит про аиша плохо анжелы аллаху айна эти айя ламма сомиа судьи кавли аллаху айна потом аллаху не спасал айят где субхана ау бакр сказал неужто вы не хотите чтоб аллах вас простил то есть аллахси когда Ау бакр радаллах сказал все я его не прощаю он говорит про мою дочь плохо я не буду ему не помогать не хотите чтобы Аллах вас простил? тогда он сказал да, мы очень сильно хотим он наш господь чтобы Ты нас простил ау бакр радаллаху айху «Мы хотим, чтобы ты нас прощал». Потом он позвал своего близкого родственника. Заново позвал его. И заново начал ему помогать. Заново начал давать садак. «Валлаху ла ахадан амину абадан». «Валлаху ла ахадан амину абадан». И тогда уже после этого Аллах Субан ламни взяла абадан. Никогда уже больше не забирал от него помощь. То есть до конца своих дней постоянно он помогал этому человеку, этому родственнику. Почему опять же ссылаясь на аят. То есть какой бы он меня боль не причинил. Как бы он мне плохо не говорил обо моей дочери. Какую бы фитну он большую не внес смуту. Однако Аллах Субан кааля хотел даже при этом простить его. Даже при этом хотел простить его. Даже если вернуться. Когда Аллах Субхан кааля уничтожил фараона. Фараон, который сказал. «Я ваш великий Господь». И тогда Джибраил сказал. «Я возненавидел фараона. Когда он сказал. «Я ваш великий Господь». И когда он уже пересмертный. Он сказал. «Ла Иллах. 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 С фараона. А шайтан ему внутри делает его свастие. Этого не прощает, того не прощает. То есть как может сильно верующий человек Аллаху Субхану в Аллаху Субхану ва Та'аля не простить своего брата ради Аллаха Субхану ва Та'аля, прочитав после такие аяты, подобные таким аятам. Юсуф, алейхиссалям, в Куране, примерно в Куране 40 Юсуф, примерно пол джуза. Примерно пол джуза. И какая основная фаида? Основная польза из этой Когда его братья собрались уже и сказали прости нас. То есть мы по отношению к тебе были несправедливы. Выкину его в колодец. И вы знаете историю, что случилось с Юсуфом до тех пор, пока он Аллах не дал такого положения в обществе. На что Юсуф сказал, что Аллах, пускай вас просит, и Аллах прощает, то есть я вас прощаю. Я вас прощаю. Простил все грехи своим братьям. Юсуф, алейхиссалям. Поэтому, как говорит Паэтм, он всегда говорит, старайтесь быть подобным на таких людей. Даже если вы не из них, если не быть стараннее, даже быть похожим на таких людей, это уже успех. Поэтому, когда человек прощает кого-то, очищай свое сердце. Сердце он становится чистым. В этот момент. И поэтому более чем на три дня мусульманин не имеет права враждовать себя своим братьям. Даже если он не прав в той или иной ситуации, если он не помирился, они уже оба в грехе, если они дальше враждуют. Поэтому, Субхану Ва Тааля говорит, Субхану Ва Тааля в этих аятах призывает нас, чтобы дабы мы ни в коем случае не развивайте родственные отношения. Не враждуйте. А те люди, которые враждуют, разрывают родственные отношения, это те люди, которых Аллах проклял, Субхану Ва Тааля, и сделал их немыми, глухими, слепыми. И после этого Субхану Ва Тааля говорит, неужто вы не размышляетесь над Кураном или на их сердцах замки? Неужто они не размышляют над Кураном или на их, то есть подобно такие люди, не размышляют над Кураном, Аллах знает вопрос, или на их сердцах замки. То есть одно из двух. Или человек читает Куран, но не размышляет над ним. Или второй случай. Человек размышляет над Кураном, но не может это принять. На его сердце замок и не проходит в его сердце. поэтому вспомним битву и на это закончил битва при ухуде мы раскопали специальную такую яму куда он должен был упасть упал туда прок сломался повредил свою спину сломался она свою зуб хотел выйти из этой ямы и вдруг мужчина который человек не мужчина человек который был из куфаров из кураши там его знали ибру камера барабан усатан сверху стоял урока захотел выбраться из этой ямы он сверху с яма стояла хотел била его проба мухаммада за мечом хотел попасть в него без сейфа ассахабы плакали в этот момент не знали как ему помочь когда уже они уже забрали собаками хотели вытащить и увидели то что пророку мухаммаду попала некая такая хоза одевается как шлем такой железный и здесь такие такие зубчики ему зашли вовнутрь через щеки пророку мухаммаду попали хотели вытащить их оттуда не могут и плачут сахабы то что не могут помочь пророку мухаммаду ассаллаху алейсалям в этот момент абу бакр подошел к нему и сказал я свою жизнь на тебя дам я посланник Аллаху чтобы тебе помочь но не могу никак помочь не мог до того она внутрь зашла к нему потому что не могли и кровь течет и в этот момент подошел абу абейт муджарлах и сказал пророку мухаммад но в этот момент сахабы сказали я Настолько нам зашла внутренний шлем, что сахабы сказали, мы не могли увидеть ни нос, ни рот пророка Мухаммада много крови было. И тогда подошел оба Убейда и сказал, я клянусь Аллахом, прошу тебя, ради Аллаха, я клянусь Аллахом по отношению к себе, оставь пророка мне. То есть я сам вытащил, Абу Убейда и в этом моменте он не смог вытащить, взял зубами и начал вырывать из лица пророка Мухаммада, вот эти вот шипы, которые зашли в лицо послания Аллаха, все зубы выпили у него. Утаскивает зуб, выкидывает дальше, дальше выдерывает. Тогда сказали сахабы, когда мы увидели, как Абу Убейда Мухаммад, все зубы упали, и он смог вытащить то, что зажило вот этот шлем во внутрь пророка, но при этом все зубы не упали. И он улыбался, говорит, мы увидели красоту в лице Абу Убейда и Мухаммад, до этого такого красивого не было. Абу Убейда и Мухаммад. Когда он без зубов улыбался, то что улыбался, то он смог вытянуть из лица послания Аллаха. Это Аллах. Это Аллах. Почет такой указал. Когда вытащил его, все лицо было в крови, и были дырки. И представляете, вот этот момент. Проклинал бы, напал бы, хотел бы отомстить. Но Порок Саллаху Аль-Сам, вышел, поднялся из ямы, протер свое лицо и начал делать дуа. И в это дуа сказал, Аллаху Мухфир ль-кауми, фейн-на-ху ля-я-ля-му. О, Аллах. И мой народ поистине не знают. Что они со мной сделают, прости их. Они не знают, кто я. Не знают, не понимают до конца, к чему я пришел. К чему их призываю? Призываю к краю. Прости их за это, Аллах. Вот поэтому в этот момент мы должны понимать то, что Порок Саллаху Аль-Сам был исходительным по отношению ко всем людям. И умел прощать. И он для нас кудра, он для нас пример. И когда ты видишь брат, брату что-то не то сказал, и они с ним годами не общаются. Какие мы тогда мусульмане? Какие мы тогда мусульмане, если мы можем просить что-то? Муханаллах. Умм Аль-Аймара. Умм Аль-Аймара в этот момент во время Ухуды. Когда она, когда вот так вот закрывала, когда Прок Саллаху Аль-Сам был в яме. И когда вот это, ну, камень обил мечом, она его спиной закрывала. Женщина, братьясь. Женщина закрывала. Белая, как баранью бывает, когда бьешь, отлетает вот эта вот ляжка. Вот так вот ее разрубали. Но она вот так вот закрыла. И тогда Прок Муханаллах сказал. Ты не сможешь, ты не выдержишь, ты женщина, уходи, оставь меня. Позвольник Аллах сказал. Утику, утику фидаа лека. Валякинни, валякинни, ас-эль мурафа ка-теке хиль-джанни. Говорит, я смогу, я смогу, я вытерплю, говорит. Ради тебя, Расулаллах, я на все пройду. Я через все пройду вытерплю. За это я хочу быть с тобой в раю соседкой. Сказала Уммай Аймара. То есть вот такие были сахабы, такой был тяжелый день. Однако несмотря на всю тяжесть, этого дня Муханаллах простил свой народ. Я просила Аллаха о них прощения. Поэтому уже и братья, на этом наверное эфиры на что ходит к концу. Я что хотел бы сказать самому себе напоминаем всем нам. Иногда среди братьев есть взаимопонимание за каких-то вещей и за доми, и за денег. Там не так мне сказал. Я в первую очередь самому себе обращаюсь. Все мы люди. Поэтому у всех у нас такие есть качества. И мы должны стараться быть похожим на пророка. Стараться прощать и так далее. Именно прощать именно когда у тебя есть возможность дать ответ. Если у человека нет возможности дать ответ, он говорит, я упростил. Нет. что ты его не простил, ты просто не смог ему ответить. Если есть возможность ответить, и ты упрощаешь ради Аллаха. Возвеличиваешься при тем сам Аллаха. Я ради Аллаха это делаю. И если ты упрощаешь слабого, упрощаешь там такого человека который тебе что-то навредил, который тебя взял в гурму и так далее. Притеснил тебя. Ты сможешь простить его, иншаллах. И наладить отношения, то вот это вот, иншаллах, есть именно показатель то, что иншаллах у нас есть вера. И так далее. 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 Да, хазраджизакмалхайран. Аллахи Барикфикум. Пусть он распадаля примет от вас и от нас посты наставления иншаллах. Все, что мы делаем в этот месяц. Амин. Дюзакмалхайран, всем тем, кто был с нами. У нас некоторые были проблемы технические, но, алхамдилля, я думаю, никак не влияло. У меня телефонный звонок. Позвонил на телефонный звонок. Да, есть такая проблема. У меня тоже один раз так было, субханаллах. Надо посоветоваться, как себя вести в этой ситуации, иншаллах, технически. Всем дюзакмалхайран. Иншаллах, завтра мы в это же время ждем вас. Аллахи Барикфикум. Ассаляму алейкум. Варахматуллахи.